Аккурация определена в законе на 30-й день со дня оглашения официальных итогов выборов. И по нашим подсчетам это должно быть 23 апреля 2020 года. Еще вопросы, коллеги. Нисфаршба, агентство Яшера. Александр Петрович, ну, безусловно интересно, с чего начнете? Проблем в стране очень много. Какие будут главные шаги первые? Ну, главные шаги необходимо сформировать исполнительную власть. Это будут первые шаги. Потом уже приступим к решению других проблем. А их очень много. Я о них рассказывал неоднократно. Поэтому не хотел бы повторяться. Анжела Петрович, вы уже говорили во время этого дебата, кто вас главает в правительстве. Можете еще раз озвучить это? И есть ли какие-то уже у вас, ну, кто вас главит, там, какие-то министерства, наверняка уже какие-то действия? Можете поделиться? Главой правительства будет назначен Анклав Александр Солотискович. Безусловно, по остальным кандидатурам тоже есть определенные решения. Но я не хотел бы их сегодня озвучивать. Они будут озвучены тогда, когда придет время. Пока так. Можно предложение? Да, пожалуйста. Ряд в СМИ уже дают вашу цитату о том, что вы предложили вместо вице-премьера, курирующего экономику, Адгура Амиранча Ардзенба. Насколько это правда? Хотел бы вас спросить, откуда эта цитата взялась? Вы в СМИ, со ссылкой на вас вопрос? Я в таком ключе не высказывался. Я намерен провести ряд встреч с Адгуром Амиранчем Ардзенба. Мы еще предметно на эту тему не говорили. Поэтому то, что вы озвучили, не соответствует на этом этапе действительности. Наталья Шалгина. Аслан Георгиевич, я хочу спросить по поводу коронавируса. Я понимаю, что у нас в республике все очень несерьезно относятся к этому заболеванию. Более того, сейчас огромное количество людей заезжает в республику. И у нас может ситуация быть намного хуже, чем в Италии. В вашей команде есть люди, которые могут внести свое предложение по этому вопросу. Намерены ли вы в этом плане сотрудничать с исполняющим обязанности президента? Я бы не сказал, что к этому вопросу у нас относятся безответственно. Это не соответствует действительности. Я вчера встречался с господином Бганба. Мы эту проблему обсуждали. Докладываю вам. У нас выделено, определено 4 медицинских учреждения. Подготовлены койко-места. Более того, на границе установлен тепловизор. Завезено определенное количество медицинских препаратов. Подготовлены мероприятия по пошиву вот этих необходимых масок и так далее. На этом этапе очень многое сделано. Поэтому я не думаю, что ситуация выйдет из-под контроля. Имеющимися средствами ситуация контролируется. Посмотрим, к чему все это приведет. Ни у кого не должно сложиться такое впечатление, что для абхазских властей это полная неожиданность. Никто ничего не знает. Никто ни к чему не готов. Это не так. Определенные действенные меры даже на этом этапе уже предпринимаются. Я хотел бы просто пользоваться случаем, сказать, что, конечно же, меры надо соблюдать. Доскольные учреждения, по-моему, если мне память не изменяет, уже не работают. Вот желательно, чтобы не было большого скопления людей. Но общеизвестные вещи, эти рекомендации надо бы, чтобы соблюдали все граждане страны. Абазар ТВ, Белла Барканджи. Аслан Георгиевич, скажите, пожалуйста, как Вы планируете выстраивать отношения с оппозицией в случае ее образования в стране? Ну, с оппозицией отношения будем выстраивать открытые. Оппозиция нужна. Вы знаете, что я на протяжении 5 лет был одним из лидеров оппозиции. Многие процессы, которые там возревают, они мне понятны. И, конечно же, вопросы, которые поднимались оппозиционерами, многие из этих вопросов не нашли разрешения. Часть вопросов может быть решена. Поэтому я намерен уделять работе с оппозицией пристабное внимание. Мы будем открыты. Мы постараемся не политизировать излишне определенные процессы. Там, где будет подход государственный, профессиональный, эти предложения будут приниматься. Более того, мы не намерены как-то ограничивать людей, как-то ограничивать их права в отношении тех, кто будет занимать конструктивную оппозиционную позицию. Она бывает такая конструктивная. Поэтому время покажет. Я готов к взаимодействию с учетом моего опыта пребывания в оппозиции. С учетом опыта других поколений наших политиков тоже. Это очень важно. Поэтому работа будет выстраиваться самым серьезным образом. Продолжение следует... Продолжение следует... То есть идет рабочий, обычный процесс, характерный для такого периода. Ничего особенного не происходит. Поэтому в таком режиме будем идти к этой дате. К дню официального выступления в должность. Продолжение следует... 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 Сегодня в соответствии с нашими основными законами есть определенное разграничение полномочий между исполнительной властью и законодательной. Мы будем работать в рамках тех полномочий, которыми мы наделены. Но я неоднократно говорю, сейчас хочу повторить эту мысль. Любые преобразования, которые должны быть безусловно проведены в стране, требуют правового сопровождения. Что такое правовое сопровождение? Это прямое участие в этом процессе. Поэтому мы взаимодействие, конечно же, будем поощрять. Я бы не хотел, чтобы на ключевые вопросы жизни и деятельности нашего государства, на решение ключевых проблем у парламента и исполнительной власти были разные точки зрения. Конечно, тут не обойтись без полемики, тут не обойтись без разных точек зрения. Но в результате вот этой полемики, совместной работы, мы должны выработать единые подходы и вместе их реализовать. Ни один существенный шаг в стране не может быть осуществлен без поддержки парламента. Это ключевой институт нашего государства, это институт, который определяет наши правила жизни, говорят простым языком. Поэтому я как депутат парламента, некоторые проблемы мне знакомы. Как это мне представляется, видны пробелы по взаимодействию между исполнительной и законодательной властью. Мы это все будем восполнять содержанием, необходимым для того, чтобы страна развивалась в прогрессивном русле. В возглавление предвыборной кампании Вы говорили о том, что в случае вакуума избранника, в случае в ВТП, каких мер в этом плане будет планировать и начальник? Мер будет очень много. Об этих мерах я говорил. Эти меры носят общегосударственный характер. Это не только изменения в рамках одного ведомства. Это изменения коснутся и некоторых правовых документов, и оргштатное расписание в некоторых случаях будет пересмотрено. Это коснется и функционала определенных ведомств, это коснется воспитательной работы, это коснется работы средств массовой информации. Все необходимые государственные и общественные институты должны быть задействованы, необходимы для решения этой проблемы, задействованы для того, чтобы локализовать последствия от этого большого бедствия. На примере некоторых государств это удалось сделать. Мы будем некоторые подходы заимствовать, преломлять все это в нашей действительности. Поэтому я уверен в том, что эту задачу мы решим. Детально, чуть позже, специалисты нам подготовят рекомендации и приступят к решению этой проблемы. У меня два вопроса. Первое, как Вы планируете строить отношения с Россией? Ну и второе, я хотела бы, чтобы Вы дали оценку прошедшей предвыборной кампании. Как она прошла, на Ваш взгляд, и насколько это нам присуще вообще за последний год? Я, что касается взаимоотношений с Российской Федерацией, намерен действовать в рамках тех договоров, которые существуют между нашими государствами. Часть положений этих договоров реализованы, часть не реализованы. И обязательства, которые были взяты абхазской стороной, безусловно, должны быть доведены до конца. Более того, жизнь значительно богаче, и она не всегда отмещается в рамки договоров или соглашений. Мы будем делать все для того, чтобы наш обмен с Российской Федерацией стал более интенсивным. Мы будем сбежать в своей позиции по многим вопросам. Между нами, по большому счету, нет ни одной неразрешимой задачи. Есть определенные вопросы, которые не доведены до конца, а не будут, безусловно, доведены до конца. У нас должны этому направлению работы глава государства, правительства будут уделять особое внимание. Потому что взаимодействие с Российской Федерацией, качество, уровень наших взаимоотношений непосредственно отражается на качестве жизни наших граждан. Вы знаете о том, что какое количество пенсионеров получают российскую пенсию. Вы знаете о том, что наш бюджет в значительной мере финансируется из Российской Федерации. Вы знаете о том, что в Абхазии на протяжении многих лет реализовывается инвестиционная программа. И все это на российскую... Все это есть результат взаимоотношения с Российской Федерацией. Конечно, достигнутые точки мы постараемся развить. У нас есть куда развиваться. Поэтому это будет особенное направление работы, приоритетное направление работы. Вот в таком ключе мы намерены действовать с Российской Федерацией. Теперь вы задали вопрос, как я оцениваю итоги прошедших выборов. Ну, я, во-первых, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех наших граждан, которые приняли участие в выборах. Всех без исключения. Я хотел бы поблагодарить кандидатов в президенты, господина Ардзенба, господина Дзапшпа. Потому что вот этот результат, я имею в виду восприятие итогов выборов, то, что прошло в рамках закона. Сама кампания тоже прошла, на мой взгляд, корректно. Я бы так это сказал. Это все не может не вызывать уважения и надежду. Если мы сохраним вот таких вопросов, этот уровень подходов, такой уровень культуры общения, то это только даст пользу. У нас есть возможность с чем сравнить, что было там в прошлые годы. И на этом фоне, конечно, достигнут результат. Этот результат стал возможен благодаря мудрой позиции наших граждан, всех без исключения сторонников, всех кандидатов. И вот такой правильной позиции самих кандидатов в президенты. Поэтому я эту кампанию оцениваю удовлетворительно. И я считаю, что мы сделали хороший задел в плане поднятия планки политической культуры. Так это мне представляется. Мы рядом все миром, все миром, все миром. В последнее время получилось, что власть, чему-то, чтобы вы стали ругательным словом. Как сделать так, чтобы интересы политических элитов попадались в интересы общества? Политические элиты являются частью общества. Политические элиты, по сути своей, должны определять интересы общества. Но в политические элиты иногда вкрапляются элементы отдельной политики, которые совершенно по-другому думают. И их частные интересы являются той силой, которая им движет. Но тут в одночасье проблему не решить. Я очень рассчитываю на то, что принцип правильства всех перед законом, я рассчитываю на то, что нам удастся этот принцип реализовать в серьезной мере. Он сумеет, с помощью этого принципа, мы сумеем из политического сообщества выделить политических экстремистов, безответственных политиков, демагогов и так далее. Ну, тут нужна и поддержка СМИ. Поэтому предстоит большая серьезная работа. Конечно же, сама действующая власть при этом должна быть открытой. Наши цели и задачи должны быть понятны. Средства достижения этих целей и задачи должны быть чисты и должны соответствовать существующим нормам права и этики. Мы намерены действовать таким образом. Я неоднократно в ходе кампании слышал о том, что разделение такое искусственное пытались обозначить молодое поколение политиков, старое поколение политиков. Я сказал бы так. Нам необходим сплав мудрости и молодости. Мы не говорим о лицах, новые, молодые, старые. Мы говорим о правильных подходах. Альтернативы правильным подходам не будет. Молодые, взрослые, опытные. Все будут работать в соответствии с нашими законами и во имя обеспечения интересов наших граждан. Вот примерно так планируется. У нас нет программы, которая рассчитана на 100 дней. Я просто таких программ общегосударственного масштаба не знаю вообще. По-моему, в России была программа при Гайдаре и Явнинском, но даже она назвалась 500 дней, нет? Или она как-то... Да. Поэтому в нашем арсенале программы, которая называется «Переды». Нет. Может быть, это неплохо, но честно вам в этом признаюсь. Есть, например, президенты, которые, скажем, что-то намечают и последовательно выполняют? Вы знаете, в течение какого-то времени, в течение какого-то времени, может, это 100 дней, может, это чуть больше, можно будет дать оценку тому иному руководителю. Потому что мы будем строить работу таким образом. Мы исходим из реальной ситуации и ни перед кем не собираемся ставить задачу, которая невыполнима. Но мы не собираемся опускать самостоятельное и бесконтрольное плавание чиновников. Перед каждым будет поставлена задача, будут выделены ресурсы для решения этой задачи, будет определено оптимальное время. Если человек будет соответствовать этим параметрам, значит, мы идем с ним дальше. Если не соответствует этим параметрам, значит, он ищет работу в другом месте. Извините, скажите, пожалуйста, есть ли у вас понимание об этих параметрах? И есть ли у вас представление о том, что за 100 дней, за полгода вы должны сделать вот первый год? Вы знаете, речь идет совершенно о разных задачах, о разных отраслях. В каждом случае это разные и временные сроки, и результаты. Поэтому я бы не хотел обобщать. Чуть позже. Вы знаете, у нас везде проблемы. И в здравоохранении, и в образовании, и в культуре, и в спорте, в экономике, в правоохранительных органах. Нельзя всех мерить одной меркой. Везде будут разные подходы. Но они будут примерно вот так вот, как я озвучил. Магина Альберна, затем усилия операций. А нам в здравоохранительных органах, где они уже в теле, а их же интересуются, вы получите изменения в закон об НДС. Значит, что касается закона об НДС, который был принят в осенью 2015 года. Я высказывал критические суждения в адрес этого закона. В чем суть этих моих критических замечаний? Во-первых, я не согласен с тем, что под ввозной НДС подпали товары, которыми пользуются наши аграрии. Это и минеральные удобрения были, и гербициды, и многое-многое другое. Этого там быть не должно. И второе, на мой взгляд, что необходимо изучить и посмотреть, это взимание НДС на границе или здесь уже по факту, когда товар будет продан. Я понимаю тех, кто это решение принимал, с точки зрения администрирования этого закона, на границе вроде бы как проще. Человека просто не пускают, если он не заплатит денег. Он с товаром в страну въехать не может. Но с другой стороны, если человек везет товар на миллион рублей, он больше 100 тысяч рублей должен заплатить. Неизвестно, удастся ему продать этот товар. Неизвестно, как сложится рынок тому времени. Поэтому мы в зону риска, в большую зону риска ввели наших бизнесменов с тем, чтобы государство чувствовало себя более спокойно. Правильно ли это? А потом надо посчитать, и я намерен такое поручение дать специалистам, ведомствам, косвенный эффект от этого всего. Это же никто не посчитал, потому как люди, возможно, боятся увидеть правду, которая сложилась. Вы все об этом будете знать. Мы будем принимать решения, которые будут озвучены в средствах массовой информации. Поэтому примерно такая картина в отношении Вознова НДС. Анда, гуня, спасибо. Анна, гробляйте меня. У вас нужно сказать, что в том, что вы? Нет. Ну, ясно. Спасибо. 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 Я говорил на эту тему, я говорил следующее. Нам необходимо посмотреть, чем занимаются наши ведомства. Имеет ли место дублирование функций в разных ведомствах? Насколько эти ведомства в плане оргштатного расписания соответствуют тем целям и задачам, которые они должны решать? Если не углубляться в эту проблему, думаю, что в некоторых случаях нам придется, это в любом случае называется, оптимизировать. Возможно, какие-то ведомства будут сокращены, их количественный состав. А в некоторых случаях может произойти наоборот. Мы же сталкиваемся с каждым, там, с течением какого-то времени появляются новые вызовы и угрозы. Вы помните, что 20 лет тому назад или 25 лет тому назад не было такого министерства, как министерство по чрезвычайным ситуациям. Потом возникла необходимость в создании этого министерства. Когда-то не было министерства по репатриации в советское время. Возникло, потому что это задача, которая должна быть решена, и ею должно заниматься государство. Мы на все на это посмотрим очень внимательно. У нас нет целей и задач просто кого-то оставить без работы. Мы хотим, чтобы государственные задачи решались эффективно и так, чтобы мы за это не переплачивали. Ну, я приводил массу примеров, когда государственные деньги тратились неэффективно, порой преступно. И все это потому, что не было контроля, не было реакции со стороны правоохранительных органов, ну и многое-многое другое. Вот сейчас, насколько я проинформирован, у нас уже нет ни одного небюджетного фонда. Так мне вчера сказали. Это так? Да, кроме пенсионного. Да, кроме пенсионного. Вот пошли на такую... Об этом говорили очень давно. И, наверное, это оправданная мера. Потому как там должны быть сэкономлены определенные средства и так далее. Централизованно должна быть эта деятельность. Вот мы будем предпринимать шаги, которые будут направлены на решение тех или иных проблем, а не на их создание. Я уже повторяюсь. Вот в рамках вот этих подходов будут определены количественные параметры министерств. Их функционал, люди, которые там работают. Вот так вот это будет делаться. Анжела Мачпире, спасибо. Александр Бердович, известно, что после анаугурации правительство уйдет в отставку, а по закону в течение трех месяцев должен быть сформирован новый состав правительства. Исходя из того, что у нас еще и задерживается реализация этих программ, будут ли сроки безобращенные сэкономерами? Ну, я думаю, что три месяца на формирование правительства точно не потребуется. Но законодатель определял такие сроки, исходя из определенных соображений. Ключевые решения будут приняты очень быстро. А там дальше уже процесс будет продолжен. И сегодня идет работа по реализации инвест-программы. Государственные институты на этом этапе работают так, как они работали. Ничего не приостановлено. И вообще мы должны выстроить такое качество контактов с Российской Федерацией, чтобы направления нашей деятельности не могли мешать какие-то кадровые перестановки. Процесс должен быть необратимым, подходы должны быть универсальные. А смена команды или каких-то персоналей негативно на это не должно влиять. Так не должно быть. Спутник еще один вопрос. Первый вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok